Всем добрый день! Меня зовут Андрей, я медицинский психолог, магистр психологических наук, работаю в РНФЦ психического здоровья, являюсь психологом и научным сотрудником. И сегодня мы с вами поговорим о расставаниях, о том, что можно сделать после того, как вы расстались со своим любимым человеком, как снять эмоциональную зависимость и как привести себя в норму. Первое, с чего мы начнем с вами сегодня, это с основных ошибок, которые совершают люди после того, как они расстаются, самые-самые-самые первые дни после расставания. Поговорить об этих ошибках важно, по какой причине? Ну, во-первых, ошибки, которые мы совершаем после расставания, сами по себе продлевают наше негативное эмоциональное состояние, то есть мы сами себя углубляем в состояние апатии, депрессии. Во втором случае мы окончательно рушим все эмоциональные связи и даже какие-то приятные воспоминания со своим любимым человеком, ну или в прошлом любимом в данном случае. Это тоже достаточно важный аспект. Почему? Потому что, когда вы выйдете из этого состояния, я думаю, что вам хотелось бы ощущать, что вы вели себя достойно и не оставлять вот этот вот горький осадок ни у себя, ни у своего любимого человека. Итак, начнем с основных ошибок, которые делают люди после расставания. Первое, это попытка сразу же загладить свою вину. Бывает так, что на эмоциях мы сразу вспоминаем, о чем нас просили, что мы делали не так, что чаще всего вызывало какие-то негативные эмоции у нашей второй половинки, и пытаемся вот в один миг, в одночасье все исправить. Это, как правило, ничем не помогает, потому что чаще всего, если мы говорим о расставании, о разрыве отношений, то у вашей второй половинки решение расстаться зрело уже давно. И, возможно, какая-то ссора стала лишь последней каплей для этого. И, соответственно, пытаться все исправить в изночасье, но это не вызовет доверие ни у кого. То есть, вы будете биться как рыбоблён в данном случае, а человек, возможно, будет воспринимать это как что-то неискреннее. Ну и, соответственно, возможно, ему уже ничего от вас и не нужно. То есть, все, чего вы добьетесь в данной ситуации, это лишь негатива в свой адрес, и, опять-таки, продление своего негативного эмоционального состояния. Вторая основная ошибка – это попытка поддерживать постоянные отношения. Бывает так, что с вами расстаются с такой достаточно банальной фразой «давай останемся друзьями». Эта фраза, с одной стороны, является для того человека, который бросает, ну, как бы мягкой формы разорвать с вами отношения. Но бывает, что для вас это как какой-то якорь своеобразный, да? То есть, возможность, ну, вроде как, оставаться в контакте с этим человеком. И возникает иллюзия, что через какой-то определенный промежуток времени можно его вернуть. Ну, друзья, аж все хорошо, все замечательно. И, соответственно, человек, который предлагает вам остаться друзьями, как вы можете потом замечать, с течением времени, ну, все равно общается с вами в каком-то отстраненном ключе. В то время как вы можете пытаться с ним проводить больше времени, наладить с ним, опять-таки, какие-то взаимоотношения, оставаться в близких отношениях. Этого делать не нужно. Сейчас, так или иначе, я не знаю, будете вы общаться в последующем, не будете. Бывает так, что люди сходятся через несколько лет. Но, так или иначе, сейчас попытки общаться с человеком, с которым вы расстались, попытки навязать свое общение приведут лишь к еще большему отдалению от вас. Следующая попытка давить на жалость. Это тоже огромная ошибка. Люди часто угрожают, там, говорят, что я могу с собой что-то сделать. Выкидывают такие фразы, как, допустим, там, я не могу без тебя, мне очень плохо. Что чувствует в этот момент тот человек, который с вами расстался? В данном случае он испытывает такое чувство, как жалость. Ни сострадание, ни нежность, ни любовь. Жалость и чувство вины. То есть жалость само по себе чувство достаточно унизительное. Особенно по отношению к тому человеку, которому вот эту вот жалость испытывают. И это точно отличается от любви и восхищения, которого вы хотели бы добиться от своего, ну, к сожалению, уже бывшего партнера. И в том числе и чувство вины. Жалость и чувство вины это также неприятные чувства и для того, кто их испытывает. И как любой здоровый, нормальный человек, он захочет от этих чувств и эмоций абстрагироваться. А для этого нужно абстрагироваться, опять-таки, от вас. Так или иначе, это то чувство, та эмоция, которая, опять-таки, не способствует возобновлению каких-то отношений. Ну, плюс ко всему, вспоминая свое поведение, свои фразы, брошенные через несколько лет или через какой-то другой, более меньший промежуток времени, вы можете замечать, что, опять-таки, у вас же остался вот этот вот горький осадок. Следующая ошибка, это запоздалое признание в любви. Ну, это из той же оперы, как та ошибка, о которой мы уже говорили. Попытка загладить свою вину. То есть, это попытка навязываться, рассказывать, как вы любите этого человека, как не можете без него. Это то, что, с одной стороны, будет заглублять вас в ваших эмоциональных переживаниях. С другой стороны, то, что будет отталкивать от вас вашего бывшего партнера. Еще одна большая глупость, опять-таки, касается всего того, что уже было перечислено, это обещание измениться. Бывает так, что, ну, вы уже выяснили, какую ошибку в отношениях вы совершили. На самом деле, бывает так, что нас о чем-то просят. нам о чем-то сообщают, нам что-то обозначают. То есть, так или иначе, если вспомнить ваши прошедшие отношения, уже какие-то знаки о том, что что-то происходит не так, были. Вы их не услышали, вы их не заметили. Попытка исправить все в одночасье, то есть, вот эти вот какие-то обещания, опять-таки, вызывают ощущение у партнера неискренности. Ни к чему хорошему это не приведет. Следующий момент, и он тоже бывает таким немаловажным, как таковых ошибок и косяков в отношении, собственно, и не было. Просто у вашего бывшего партнера, допустим, прошли чувства к вам, или изменились вы, изменился он, изменились какие-то обстоятельства жизни. И на фоне того, что особых каких-то ошибок или косяков с вашей стороны не было, вот эти просьбы дать второй шанс, обещания измениться, они опять-таки вызывают жалость, и вы просто падаете в глазах вашего партнера. Еще одна большая ошибка. Вот кто-то, когда с ним начинают расставаться, с ним начинают рвать отношения, пытается с помощью логических доводов убедить своего уже бывшего партнера, ну или уходящего партнера, в том, что отношения должны продолжаться. Развивают какие-то логические цепочки, развивают какие-то рассуждения на эту тему. Но любовь и, в принципе, какие-то личные эмоциональные отношения между людьми, они не поддаются логике. То есть это по большей части эмоции. И если ваш голос уже не доставляет человеку радости, какими бы логичными, какими бы правильными доводы эти не были, все равно так или иначе это, даже если убедит его остаться, то есть все равно останется вот этот горький осадок и неприятие с его стороны. Так или иначе это приведет к разрыву. Ну и, соответственно, очень большая ошибка – это впадание в депрессию. Я не говорю о том, что когда вы расстаетесь со своим любимым человеком, вы должны там радоваться или принимать это философски. Это больно. Это действительно доставляет определенные страдания. Но вопрос, что мы с этим делаем дальше? Нет, конечно, нужно дать себе какое-то время пострадать. Это все-таки наши естественные эмоции. Мы действительно переживаем в такие моменты боль потери. Важно помнить, что те эмоции, которые вы испытываете сейчас, они не настоящие. То есть, по крайней мере, мысли, которые вы испытываете сейчас, они не настоящие. Ваш мозг будет обманывать вас. Он будет говорить вам о том, что больше вы никого никогда не полюбите. Больше вы никогда никого не встретите. И ваше состояние будет длиться вечно и не будет этому конца. Это вранье. То есть, это происходит из-за вашего текущего состояния. В любом случае, ничто не длится вечно. И депрессия, и вот это вот состояние упадка когда-нибудь пройдет. А теперь мы перейдем к тому, что же все-таки можно сделать в данной ситуации. Первое, что можно сделать, это не усугублять ситуацию. Нужно принять тот факт, что вы расстались. Нужно принять тот факт, что вы больше не вместе. Потому что оставшиеся вот эти вот какие-то надежды, какие-то вот эти вот поползновения, они и есть тот фактор, который сам по себе заглубляет ваше эмоциональное состояние и продлевает ваши страдания по этому поводу. Нужно все-таки принять тот факт, что отношений нет и жить так, словно, ну, собственно, их никогда не будет. Потому что вероятность это очень высока. Второй момент, это нужно заручиться поддержкой. Есть у каждого человека люди, которым мы доверяем. Возможно, это друзья, возможно, это родители, возможно, это какие-то близкие люди. Это должен быть эмоционально устойчивый, адекватный на данный момент человек, к которому можно позвонить, с которым можно поговорить в том случае, если вам захочется сделать глупость. А желание сделать глупость будет возникать у вас достаточно часто, то есть под влиянием вашего эмоционального состояния. У вас должна быть какая-то определенная линия жизни в этот момент. Возможно, это должен быть не один человек из тех, кто может оказать вам поддержку. Следующий момент, это взять паузу в общении с бывшим или бывшей, с вашим бывшим партнером. То есть пауза, это не один-два дня, не неделя. Может быть, вам вообще не нужно больше общаться с этим человеком, но как минимум месяца-два вам не стоит пересекаться ни под каким видом, ну, по крайней мере, насколько это возможно. Под паузой я подразумеваю не только не общаться с ним вживую по телефону или в социальных сетях, а в принципе обрубить какую-либо для себя возможность с ним взаимодействовать. Частая ошибка – это просматривать страницы ВКонтакте или в других социальных сетях, искать в его френдлисте каких-то возможных соперников, отслеживать его жизнь, его перемещение. То есть это, опять-таки, ни к чему хорошему не приведет, потому что в этот момент вы не строите свою жизнь, вы закрыты для каких-то новых отношений, потому что старые не завершены, потому что вы продолжаете жить жизнью того человека, с которым вы расстались, продолжаете жить, по сути, несуществующими отношениями. Крайне желательно исключить алкоголь из своего рациона. Это опыт многих людей. Алкоголь никогда не являлся решением какой-либо проблемы. Даже в подпитии вы будете чувствовать вот это горе, тоску. А когда будете трезветь, будете чувствовать себя еще хуже. Очень полезно, как я уже говорил, дать себе немного времени. Не бежать от своего состояния, а дать себе какую-нибудь возможность, какое-то время, может быть, несколько дней, может быть, даже недели, просто побыть в этом состоянии, пострадать. Да, оно в какой-то степени тяжелое, невыносимое. Так или иначе, любая эмоция должна быть прожита, должна быть отреагирована. Например, со слезами выводится гормон стресса, кортизол. Не лишним было бы проанализировать свои ошибки в отношениях. Что могло привести к тому, что, в общем-то, случилось в данной ситуации? Быть может, где-то вы не слышали своего партнера. Быть может, у вас была какая-то форма поведения, которая его раздражала. Может быть и так, что и не было никаких ошибок с вашей стороны. Может быть, просто это не ваш человек, и вы не сошлись во взглядах на жизнь, или вашему бывшему партнеру нужен совершенно другой человек. Используйте методы самовосстановления. Это спорт, это медитация. Спорт, так или иначе, это достаточно физиологичный метод, потому что, когда мы даем своим мышцам нагрузку, у нас выделяется определенная доза эндорфина, ну, гормона счастья, грубо говоря. И, во-первых, одно это только восстанавливает наше эмоциональное состояние. Ну, и, с другой стороны, это неплохое отреагирование, опять-таки, наших негативных эмоций. Ну, и медитации, релаксационная музыка. То есть, что-то такое, что может привести нас в адекватное, нормальное состояние. Опять-таки, расширяйте свои социальные связи. Не замыкайтесь в себе, в своем каком-то ближнем кругу. Сделайте то, что вы раньше не делали. Быть может, запишитесь в какую-нибудь спортивную секцию, или в какой-нибудь клуб, на какие-нибудь курсы. Так или иначе, вы познакомитесь с новыми людьми. У вас возникнут новые впечатления. Чем быстрее пойдет ваша жизнь, чем больше событий будет в вашей жизни, тем быстрее вы выйдете из этого состояния. Тем быстрее то, что является прошлым, станет действительно прошлым для вас. Возможно, стоит изменить какие-то вещи. Можно развиваться в плане физической своей формы. А развиваться можно интеллектуально. Больше читать, больше проводить времени с умными людьми. Развиваться можно личностно. Допустим, записаться на какой-нибудь тренинг личностного роста. В любом случае, развитие после разрыва отношений – это очень важный аспект. Так как, развиваясь незаметно, мы меняем себя в лучшую сторону. Меняя себя в лучшую сторону, мы выходим на качественно новый уровень, который, возможно, даже будет несовместим с прошлыми отношениями. И, быть может, упорно работая над собой, вы когда-нибудь обернетесь назад, посмотрите на ваши прошлые отношения и поймете, что это не то, где вам следовало быть. И это не тот человек, с которым вам следовало бы быть.